Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН. С вами пастори Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы говорим на тему «Новое сердце». И как важно нам рассмотреть этот вопрос, чтобы мы пришли к Богу и обрели это новое сердце. И действительно, как Слово Божие говорит, что «чистые сердцем Бога узрят». И каждый из вас, тот, кто смотрит передачу, я уверена, хотим узреть Бога. И это цель нашей, можно сказать, жизни, чтобы достигнуть познания Бога, чтобы встретиться с Ним. Потому что мы знаем, что есть жизнь вечная. Мы знаем и уверены, что Бог ожидает людей, чтобы каждый из нас дал отчет. Но если мы не предоставили Ему свое сердце сегодня, поймите, что наше сердце, оно так и останется ожесточенным, черствым. Может быть, поврежденное, наполненное всякой горечи, обид, зла. Может быть, вы будете искать справедливости, потому что вы думаете, что вы хороший человек и все вас обидели. И мы постоянно видим таких людей, которые ищут виноватых всех, кроме того, чтобы взять ответственность за себя, за свои поступки. Почему такое со мной происходит? Что я могу сделать? Что я могу изменить? И мы хотим сегодня вас научить, чтобы мы предоставили свое сердце Богу и сравнили себя по стандартам Божьим. И мы увидели, как Бог начнет корректировать, как Он начнет исцелять, как Он начнет очищать. И мы придем к тому моменту благословения, где нам безразлично будет, как к нам люди поступают, как кто, может быть, даже недооценивает нас, неблагодарен. Но мы будем знать, что Бог любит нас, что мы любим Бога. И это самое главное. И после этого будет и отношение с людьми исцеляться. Но, дорогие друзья, сегодня предоставьте свое сердце Богу, преклоните свое ухо, и Бог направит вас на путь благословения. Воистину, так очень важно получить новое сердце. Вы знаете, люди сегодня достигли многих успехов и уже продвинулись в этом, что могут сделать пересадку сердца. Но вы знаете, даже если пересадку сердца сделают это от другого человека. И Писание говорит, что нам нужно новое сердце. Давид царь говорит, что Господи, сотвори во мне сердце новое, и дух правый обнови внутри меня. Почему это так очень важно? Потому что Бог дает диагноз, показывает, что каждое человеческое сердце, оно испорчено, и крайне испорчено, и лукавое. Возможно, вы можете возразить. Вы скажете, я хороший человек. Мы часто сравним себя с другими людьми. Те, которые очевидные люди сделали какие-то вот такие убийства или что-то другое, зверства. И мы говорим, какие жестокие, какие люди ужасные. И действительно, это очень плохо. Но, дорогие друзья, мы часто не видим нашей испорченной природы, нашего сердца. Писание говорит, это правдивый диагноз. Бог своим рентгеном проникает до разделения души и духа. Люди не могут все провидеть, потому что, вы знаете, люди есть люди. Но Бог знает до точности и до мелочей. Поэтому Он говорит, что я хочу вам дать новое сердце. Почему наше сердце, которое от природы нам дано, оно уже загрязнено? Почему? Грехом. Потому что первые прародители наши, они согрешили. И грех вошел в этот мир. И только придя к Богу, Бог может дать новое сердце. Он говорит, я вложу в них мои слова, мои законы, мои заповеди. Они будут знать меня от малого до великого. И смотрите, что Господь говорит через пророка из Экииля. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Для чего? «Чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Видите, Бог не просто дает сердце нам, чтобы мы не понять, что с ним сделали, снова его загрязнили. Но Господь хочет, чтобы это чистое сердце, через которое мы увидим Бога. Не просто однажды мы будем зреть Его всегда в своей жизни. Как царь Давид говорит, «Всегда видел я Господа перед собою, потому что Он одесну именно меня». Дорогие друзья, напишите и позвоните, что вы желаете обрести также новое сердце, или чтобы сердце было обновленным. После короткой паузы мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день», и сегодня мы продолжаем тему «Новое сердце». И о чем мы сегодня было прочитано, о том, что дам им единое сердце. И в чем проблема, когда люди не находят единства? Вы знаете почему? Потому что каждый хочет, чтобы единство было так, как я хочу. Чтобы ты был един с моим мнением. Но Бог предлагает нам единое сердце всем подчиниться Божьим принципам, Божьему стандарту, Божьей морали. И тогда у нас будет благословение, у нас тогда будет согласие. И поэтому я знаю, что во взаимоотношениях в семьях тоже возмущает, бывает, жен, что почему должно именно по-твоему быть. А мужья говорит, ну как, я глава семьи, вместо того, чтобы тоже подумать, может быть, мы придем к единому. А к единому мы всегда придем, тогда, когда мы будем заботиться не о себе, а действительно о том, что правильно перед Богом. И мы когда соглашаемся с этим Божественным стандартом, тогда мы вместе созидаем одно. И нам не трудно, и мы не разрываем, и у нас нет соперничества. Понимаете, вот тоже соперничество, это тоже во взаимоотношениях очень большое разрушение. Такое разрушение, которое даже не вообще, я знаете, скажу, даже невозможно описать его. Когда я смотрю вот эти конфликты семейные, и я вижу, как действительно происходит это соперничество, доказать, кто больше виноват, кто хуже из них. И я думаю, что же вы, вот действительно, это вошли во взаимоотношения, в завет, в завет любви, в соглашение. Это даже больше, чем соглашение. Идти вместе, быть единым. И мы точно так же с Богом соглашаемся быть единым. В Его семью мы соглашаемся, понимаете, мы не просто в Его семью, а мы идем, все стремимся в Его царство. Это даже больше, чем семья. Понимаете, где нет демократии, там нет демократии, там теократия, там Божий порядок. Понимаете, там или ты соглашаешься с Богом, или это не тирание. Понимаете, как сегодня предоставили новое мышление, предоставили, что это угнетение человеческой личности, женщины хотят свободы, они доказали, что они равны с мужчинами. А Бог говорит, нет, вы не равны. Почему? Не потому, что вы менее значимые. Вот это самый интересный момент. Потому что у вас свое место, свое место отчетности перед Богом, ответственности, нагрузки и эмоциональной, и физической. И перед Богом ответственность. Понимаете? И в этом, можно сказать, такие большие проблемы, потому что люди не понимают Божьего порядка. Что почему Бог? А потому что Он отвечает за нас, потому что Он несет благословение, потому что Он нам жизнь дал. Понимаете? И вот эти принципы, когда мы узнаем, нам так легко будет покориться и созидать. И созидать, и вместо того, чтобы укорять друг друга, да вы будете заботиться и подскажете с любовью. И лишний раз даже, может быть, не то, что не обратите внимания, а перемолчите. А просто проявите вот это, любовь все покрывает. Понимаете? Вы потом просто в простой, не, можно сказать, не накаленной обстановке, вы поправите. Не то, что поправите, а подскажете, что может быть вам не нравится. Это не значит, что совершенно молчать и совсем соглашаться. Но сказать по-другому, сказать с любовью, сказать, понимаете, на созидание, а не на соперничество или на унижение. Вот просто хочется показать, что новое сердце вам Бог даст. И будет новое созидание во всех отношениях с Богом и с людьми. И принесет благословение вам и детям с родителями, и в семьях. Вот это мы хотим показать, что это практически будет огромная помощь, огромное благословение вам, разумение этих принципов, этой истины, для того, чтобы просто пришла вот эта покорность Богу, и придет созидание, и придет благословение, потому что Бог обещает. Почему придет? Потому что в этом мудрость, понимаете? А мудрость Божия, она устрояет во всех сферах. Вау! Какие слова, какие обетования драгоценные! Дорогие друзья, кто вам на земле пообещал и может действительно так совершить, дать новое сердце? Вы только посмотрите, что говорит Господь. И дам им сердце единое, то есть устроенное, гармоничное, где будет на самом деле рай на земле, в вашей семье, в вашем сердце. Бог хочет, чтобы ваш дух был устроенный. Что человеку пользует, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Скажите, пожалуйста, если нету Божьего мира, Божьего шалома в нашем сердце, нету царства Божьего. Поэтому есть та молитва Господня, в которой говорится, да придет твое царство, как на небе, так и на земле. Да будет твоя воля, как на небе, так и на земле. Иногда мы проговариваем эти слова, но, может быть, подчастую мы не задумываемся, о чем же это говорится. Поэтому с новым сердцем возможно все. Дорогие друзья, напишите и позвоните, что вы желаете, чтобы ваше сердце было обновлено. А если вы еще не приобрели новое сердце, Бог дает вам чудесную возможность сегодня верою приобрести новое сердце. Мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И сегодня, когда мы раскрываем эту замечательную тему о чистом сердце и вот это единое сердце. И представьте себе, я увидела, какое бы было благословение в наших семьях, если бы вот жена сказала, что да будет воля твоя мужу. Знаете, когда жена может смело сказать, без всякой корысти, без всякого даже, знаете, вот подсознательно, думаю, ну твоя, но на самом деле моя. Чтобы мне хуже не было. Знаете, когда она скажет? Когда она будет уверена, что этот человек ее любит. Понимаете? Точно так, если мы будем уверены, что Бог нас любит, если Он просит нас, не просто просит, а заповедь гласит, что возлюби Господа Бога твоего. Только потому, что Он нас возлюбил. Потому что все, что Он хочет для нас, это все исходит из любви. И вот тогда, вот эта уверенность, знаете, стопроцентная, может быть, даже хотя бы больше, чем 50%, давайте, будет уверены вы, это вы уже на пути к благословению. Это вы уже на пути доверия. И вот это доверие, которое будет созидать ваши отношения и с Богом, и в семьях, и нет ничего более унизительного, когда тебя подозревают, когда тебе не доверяют. Я думаю, что это самые разрушительные, можно сказать, моменты в жизни людей, когда люди начинают высказывать свои подозрения, и конкретно, знаешь, вот ты меня не любишь, и начинают требовать, и начинают, знаете, подозревать в измене. Я вам скажу, это разрушение. И вот точно так, как это в семье разрушение, так и с Богом. Когда мы не доверяем Богу, когда люди верующие, когда на самом деле они не верующие, когда Бог нам столько обещал, а мы, знаете, как бы с претензией, ой, я не вижу этого. И вот так и женщины некоторые, вот если бы я видела, что ты меня любил, типа я бы тебе там доверяла, или я бы вот то-то сделала. Знаете, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он говорит, я ли скажу и не сделаю, буду говорить и не исполню. Он говорит, не можете меня сравнивать с людьми, люди могут подводить, но я вам скажу, когда вы будете доверять Богу, вы будете доверять вашим взаимоотношениям с мужем тоже так, потому что Бог надзирает над ним. И все, что вам надо, это Бог в жизни. Потому что если ваш муж будет бояться Бога, он никогда не повредит вам. Он никогда не сделает решение, которое будет вопреки того благословения, которое придет в вашу жизнь. Может быть, в тот момент вы будете не согласны, но если вы подчинитесь, придет благословение, и придет разумение, и потом вы увидите, даже если он сделал ошибку, Бог ее будет исправлять для того, чтобы благословить вас за послушание. Понимаете, вот этот момент и принципы, если вы усвоите принципы Божьего Царства, это Божье Царство будет у вас и в семье, и в отношении с мужем, и в отношении с детьми, и в отношении на работе, во все сферы придет Божье Царство. А это шалом, это праведность, мир и радость. Радость, потому что, на самом деле, наполните свое взаимоотношение радостью, находите мелочи, за что вы можете радоваться. Понимаете, даже, как говорится, переводите какие-то конфликты на шутку, чтобы понимать, это мелочи, они не стоят вашей радости, они не стоят терять вот этого мира взаимоотношений, они не стоят терять вот этого самого драгоценного ценности, этих близких людей, которые вы имеете. Вот это просто мудрость Божия, примите вы ее сегодня. Да, Господь сотворит новое сердце. Для Него нет ничего невозможного, но Господь не хочет без нашего участия, без нашего согласия. Он не тиран, не насильник, Бог есть Бог любви. Поэтому с нашим участием, и Господь что он говорит, что? Отверните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Дорогие друзья, с грязным сердцем, с испорченным, с лукавым сердцем мы никак не можем увидеть Бога и быть с Ним. Поэтому Господь говорит, что оставьте мерзости, оставьте грехи. То есть все приводится к тому, о чем Иисус и проповедовал. Приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в эту добрую, благую весть, которую Господь предлагает всем дать новое сердце. Поэтому, дорогие друзья, напишите и позвоните, что вы желаете быть обновленным своим сердцем. А если вы еще не с новым сердцем, вы желаете приобрести новое сердце. Если вы обратитесь в Бог, Бог вам поможет, обязательно мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы продолжаем эту замечательную тему. Это чистое сердце. И чистое сердце как бы вот в единстве. Когда оно будет чистое сердце? Когда оно подчиняется Богу? И мы в едины с Божьим мнением. Мы соглашаемся с Его мнением, и тогда мы едины. И тогда мы едины и в семье. Потому что мы созидаем... У нас одно направление, понимаете? У нас одна цель. У нас один стандарт. У нас, знаете, нам приемлемо то, что Бог, вот именно соглашаясь с Божьими принципами, с Божьим стандартом, с Божьей волей. Это кажется, знаете, немножко сначала, может быть, кому-то даже страшновато. Как я вот, о чем я сказала, что когда ты можешь ли ты сказать «можу я», да будет воля твоя. Знаете, это на самом деле очень серьезно. Потому что мы знаем, как это твоя. А где я? А почему именно твоя? Понимаете? Почему Божья воля? Потому что Божья воля, она благая, угодная и совершенная. Вот все то, что Бог предлагает, это ничего не может быть лучше для тебя. Почему? Потому что Он нас создал, Он знает, как у нас вообще, знаете, там спаяны, как у нас вообще мозги работают, как у нас вообще все эмоции работают. Мы не понимаем. Уже люди, знаете, психологи там, конечно, достигли чего-то, каких-то разумений. Но это даже, знаете, может быть, только вверху макушка айсберга того, что Бог знает о нас, знает, что нам лучше, как нам лучше. И поэтому, если мы Ему доверяем, то мы, можно сказать, имеем самое лучшее. И, знаете, говорят, враг хорошего, враг лучшего – это хорошее. Понимаете? И мы себе имеем образ хорошее, и мы думаем, и мы не соглашаемся с Божьей волей, понимаете? И мы противимся и думаем, что вот то, что я знаю, это будет лучше. Но поймите, что если мы соглашаемся с Ним, если мы Ему доверяем именно вот в единстве, в единстве с Богом, с Его волей, приходит у нас лучшее. Что не может быть. Вот он твой лучший день. Почему он твой лучший день? Потому что ты покорился Божьей волей самому лучшему, чего ты можешь только себе даже не можешь представить. Вот я хочу именно как бы сосредоточить на этом внимание, что то, что предлагает Бог, ты не можешь себе представить. Ты не можешь выбрать, ты не можешь придумать. Ты ограниченный. А Бог безграничный. И в своем, вот можно сказать, безграничной мудрости Он тебе предлагает самое лучшее. И твой лучший день сегодня. Потому что ты слушаешь Слово, и Бог предлагает тебе лучшую свою волю. Согласись, и ты ни на что больше не можешь рассчитывать на ничего лучшего, чем то, что предлагает Бог. Да, Господь говорит, я вам дам новое сердце, старое запятнанное грехом. Поэтому Господь говорит, что отверните от себя все грехи ваши, которыми согрешали мы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, Дом Израилев? Дорогие друзья, со старым сердцем мы не можем видеть Бога. Только чистые, с новым сердцем, от Бога рожденным, мы можем видеть лица Божие. И не только видеть, но всегда пребывать. Поэтому, на самом деле, что Он не допускает нам принять новое сердце? Так не получится, чтобы мы, знаете, вот лукавили, и Господи, дай на запас всякое, на всяк случай новое сердце. Два сердца не бывает, есть одно сердце. Вы должны обмен сделать и конкретно. Здесь нету таких, знаешь, запасных вариантов. Да. Поэтому сегодня выбор перед нами. Господь говорит, изберите или жизнь, и смерть, благословение или проклятие. Но зачем вам умирать, Дом Израилев? Зачем вам умирать? Изберите жизнь, чтобы жил ты и потомство твое навеки. Вы скажете, а я свободный человек, я никому ничего плохого не делаю. Я хочу жить, как я знаю. Может, вы уже Бог являетесь? Может, вам уже нужно поклоняться или служить? Вы знаете, что Бог, Он есть Господин всего. Он есть Господь всего. Он сотворил вас для славы и величия, чтобы вы, знаете, не умирали на этой земле. Вы хотите жить, но вы не можете жить вечно. Только Бог дает эту жизнь. Поэтому, когда мы в смирении перед Богом приходим с сокрушенным смиренным сердцем, Господь благоволит к нам. Дорогие друзья, напишите, позвоните. Мы вернемся сейчас, чтобы продолжить эту замечательную тему. Новое сердце. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И сегодня я действительно хочу показать это новое сердце. Оно заключается в том, что, во-первых, первый грех был это то недоверие Богу. Что люди думали, что то, что они возьмут от Бога, то не по Божьей воле, будет им лучше. Понимаете? Вот то, что Бог действительно, понимаете, даже то искушение было, что Он сказал, что вы будете как Боги. А принцип, что они уже были. Что Бог уже сотворил человека по образу и подобию своему. И единственное, что во всем творении было похоже на Бога, это человека. Поймите, что во всем творении ни ангелы, ни архангелы, никто не был похожий на Бога. Потому что Бог сотворил человека по образу и подобию. Образ – это даже образ, как бы образно видимая часть. И подобие – это сердечное. И получается, они уже были. Но они не понимали и не знали. И, можно сказать, искусились в том, что, о, что-то от нас Бог удерживает. Понимаете? Что получается, вот это вот корень недоверия Богу, недоверия того, что Он тебе дал уже все, что тебе надо, и предлагает то, что Он предлагает, это самое лучшее. А вот это самое лучшее, действительно. Вот это уже путь к благословению, к чистому сердцу. А то уже, как бы, можно сказать, извращение, уже лукавство, когда мы что-то думаем от Бога получить, и я вам скажу, основа любого греха является то, что мы хотим получить. Это так, не так, как Бог сказал, а как мы считаем, что нам будет лучше. Вот поразмыслите, проанализируйте и увидите. Каждый грех имеет под собой именно эту основу. Что я думаю, что я буду иметь лучше, не так, как Бог сказал, но будет мне лучше. Через грех приходит смерть, дорогие друзья. Поэтому мы не можем, знаете, оставаться в смерти и получить новое. Если мы хотим замену, то мы должны оставить этот грех, этой мерзости, которой Господь говорит, и приобрести Божью святость. Чистое сердце. Только чистое сердце Бога узрят. Поэтому, дорогие друзья, перед нами сегодня выбор. Что мы изберем? Изберите жизнь, чтобы вы могли жить и ваше потомство навеки. И действительно, чистое сердце, они Бога не только узрят, они будут всегда с Ним пребывать. Это так замечательно, дорогие друзья. Ваша жизнь изменится. Ваше окружение изменится. Бог хочет дать вам новую природу. Это плотяное сердце забрать. Это каменное сердце, которое будет любить Бога, которое будет служить Ему добровольно, от всей души, от всего сердца. Вы будете служить Богу. Почему? Потому что вы поймете, что Бог есть Господин. Не вы являетесь Господином этой земли. Но Он, наполняющий все во всем. Он дал вам дыхание жизни. И вы стали человеком живым. Но, как мы уже упоминали и раньше, что через грехопадение наших прародителей пришло разрушение. Но сегодня Бог хочет дать замену. Примите замену. Не отвергните то, что Бог сегодня предлагает. Он хочет вам дать жизнь и жизнь с избытком. Не только здесь, но и в вечности. Да, и мы действительно сейчас хотим благословить вас, чтобы вы, уразумеясь сейчас, что что-то вы делали, что-то грешили, где-то не покорялись Богу. И вы увидели, что корень – это недоверие Богу. Недоверие, что Он любит вас, о чем Он сказал, что «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Бог благоволит. Он хочет исправить тебя, Он хочет поднять тебя, Он хочет изменить те взаимоотношения, которые, может быть, у тебя с Ним прежде всего. А потом придет благословение и созидание взаимоотношений и в семье, и дальше, где у вас, может быть, недопонимание. Поэтому, Господь дорогой, я прошу тебя, пусть придет эта истинная картина той любви, которой ты возлюбил каждого из нас. Это благословение, которым ты хочешь благословить каждого своего дитя. Чтобы каждый ребенок твой, который последовал за тобой, который сделал, можно сказать, выбор, принять в тебя твое отцовство, мы благословляем на послушание, мы благословляем на доверие, мы благословляем на свежее откровение, откровение твоей любви, откровение твоей заботы, откровение твоей премудрости, откровение твоей благости, откровение просто твоей полноты, Господь, которую ты хочешь благословить через познание твоей любви. Чтобы мы уразумели превосходящее разумение любовь к Христу и исполнились всею полнотою Божией, Господи. И тогда Ты можешь сделать несравненно больше, о чем мы просим или помышляем, Господи. Не тогда, когда мы не ходим в Твоей любви, когда мы противимся, мы ищем, что Ты ответишь на наши молитвы, Господи. Ты ответишь на наши молитвы, когда мы откроем свое сердце к Твоей любви, Господи. И уразуметь ее, Господи, и согласиться с ней, и подчиниться ей, Господи, и доверять Тебе до конца, Господь. Что бы это ни стоило, Боже, поэтому я благодарю Тебя, Господь, за тех людей, которые сегодня, даже не разумея до конца, делают согласие. Они соглашаются с Твоей волей, говорят, Господи, я отдаю Тебе свое сердце, измени его, напиши, напиши свои заповеди. Пусть придет это согласие, пусть придет покорность, пусть придет это просто действительно откровение, откровение о том, что то, что Ты предлагаешь, это принесет благословение и созидание. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты совершил в этих сердцах, и не только совершил, Господи, то, что Ты совершишь, потому что Ты есть альфа и омега, начало и конец, Ты первый и последний. И Ты, Господь, то, что Ты начал, то Ты завершишь, Господь, поэтому мы предлагаем сейчас, Господь, этим людям, Господь, просто это завершение в Боге. Мы благодарим Вас, дорогие друзья, что Вы были в программе «Твой лучший день», и мы благословляем Вас шаломом, и говорим спасибо, что Вы были с нами. Шалом! Шалом! Шалом!